Добрый день, с вами Довина Наташа от канала Творческой студии Таир. В сегодняшнем видео мы очень подробно поговорим об одношагом кракелюре. Поэтапно разберем, как этот самый кракелюр создать, и проведем интереснейшие эксперименты с разными основами и составами. Что такое кракелюр? Это одна из техник состаривания, искусственно созданной трещины в лаке или краске. Большую популярность прием имеет в декоре, но все чаще используется для арт-работ. Кто-то хочет придать классическим картинам состаренный вид, а кто-то использует для создания фактур и эффектов современные акриловые живописи. Существует два вида кракелюра. Одношаговый имитирует трещины в краске. Подобные трещины выглядят как облупившись со временем краска и часто встречаются в дачных условиях. Двушаговый имитирует трещины в лаке. Такого рода трещины похожи на тонкую сетку, часто можно увидеть на старых картинах в музеях. Что нужно для создания? Очень легко запомнить. Для одношагового кракелюра нужен один состав – кракелюрный лак. Для двушагового – два состава – кракелюрный плюс шелачный лак. В этом видео мы будем говорить только про одношаговый кракелюр. Для начала расскажем, как этот самый кракелюр создать, чтобы он гарантированно получился. А потом перейдем к разным экспериментам. В одношаговом кракелюре не используется никаких затирок, а трещины становятся заметными благодаря использованию разных цветов красок. То есть самый базовый набор для того, чтобы гарантированно получить трещины – это две акриловые краски разного оттенка и кракелюрный лак «Таир». Первое. Наносим первую краску. Это тот цвет, который будет проглядывать в трещинах. Можно наносить сколько угодно слоев, чтобы получить нужную плотность цвета. Второе. Просушиваем краску. Акрил довольно быстро высыхает, минут 15. Но можно ускорить высыхание феном. Третье. Затем плотным слоем наносим кракелюрный лак. Популярная ошибка новичков – наносить очень тонкий слой, еле-еле заметный, нанесенный полусухой кистью. Я рекомендую налить лак на поверхность, а затем равномерно распределить пальцем. Кракелюрный лак на водной основе, он не имеет сильного запаха и легко смывается. Четвертое. Сушим кракелюрный лак. Мы всегда советовали сушить до состояния на отлеп. Это такое состояние, когда у лака образуется верхняя пленка. Если потрогать ее, то палец чуть-чуть подлипает к лаку, но не пачкается в нем и не размазывает его. Но я выяснила, что пересушивание лака не влияет на процесс образования трещин. Поскольку я люблю и вам советую наносить кракелюрный лак довольно толстым слоем, то сушу его от нескольких часов до целых суток. Кракелюрный лак довольно капризен к температуре и влажности и может очень долго сохнуть. В декабре в моей мастерской было очень холодно и был один день, когда даже после 6 часов лак никак не мог схватиться. В таком случае можно немножко подсушить его теплым воздухом из фина. Но я за естественную сушку. Пятое. Наносим второй цвет краски. Я очень рекомендую брать для этого укрывистые цвета, потому что на кракелюрный лак можно нанести только один слой краски и будет хорошо, если он сразу перекроет нижний цвет. Ни в коем случае нельзя делать несколько мазков по одному месту. Краска начнет некрасиво скатываться. Поэтому, если нужно закрасить большую поверхность, то лучше сразу брать максимально широкую кисть и каждый следующий мазок класть очень близко к соседнему. Стык в стык. Направление трещин зависит от направления кисти. Его можно менять в каждом мазке. Почему появляются трещины? Скорость высыхания кракелюрного лака и нанесенность сверху краски разная. Поэтому краска начинает растаскиваться и появляются трещины. Шестое. После высыхания краски декор готов. Можно оставить ее в таком виде. Но чтобы изделие не подлипало, я обычно закрываю его лаком, например, акриловым. Однако акриловый лак может начать свертываться из-за того, что в трещинах еще есть остатки кракелюрного лака. Поэтому наносите его лучше стык в стык, как краску, не задерживаясь долго на одном месте. Это основные моменты, которые нужно знать, чтобы гарантированно получить трещины при помощи кракелюрного лака. А теперь переходим к обширному блоку экспериментов. Давайте рассмотрим, какие основы, то есть первый слой, подойдут для создания кракелюра. Первый акриловый металлик. Акриловая краска или грунт гарантированно подходит для первого слоя. Давайте еще попробуем акриловую краску металлик. Как правило, они более глянцевые, чем обычный акрил. Поэтому хочется проверить. Наношу золотую краску. Затем после ее высыхания кракелюрный лак. После того, как он схватится, наношу второй слой краски. Это уже обычный полуматовый акрил. Да, все в порядке. Трещины также появляются. Однако по характеру отличаются от тех, что получились поверх обычного акрила. Думаю, это связано с более глянцевой и скользкой поверхностью металлической краски. Второе. Любая лакированная поверхность. Я покажу поверх докупажного изображения, закрытого акриловым лаком. Но важно понимать, что в основе под лаком может быть и роспись, и живопись, что угодно. Поверх акрилового лака наношу кракелюрный. Когда он высохнет, покрываю поверхность краской. Все в порядке. Трещины также появляются. Эффект получается довольно любопытный. То, что рисунок просвечивает и виднится в трещинах, можно как-то интересно обыграть. Третье. Масляная краска. Это очень спорный эксперимент. Принято считать, что масло – дышащий материал. И оно очень долго полимеризуется. Иногда годами. Именно поэтому свежая картина, написанная маслом, рекомендуется покрывать лаком не раньше, чем через полгода. Более того, я вообще не советую наносить поверх масляной живописи акриловой краски или лаки. Потому что латексная пленка полностью прекратит доступ воздуха к красочному слою. Но хотелось проверить, возможно ли это. Поэтому я наношу на подсохшую масляную краску кракелюрный лак. Уже сразу видно, что из-за разницы основ масляная и водная, лак очень сильно скользит и местами образуется сильное проплешное. Более того, появляется сетка из тонких трещин, очень похожая на двушаговый кракелюр. После высыхания кракелюрного лака наношу второй слой. Это акриловая краска. Скажу сразу, нет смысла наносить вторым слоем масляную краску. Не сработает. Трещины появляются сразу же. Они получаются очень необычными скраторами, получившимися на местах скатывания кракелюрного лака. В общем, результат мне нравится. Но я не советую делать этот эффект на холстах с масляными картинами. Неизвестно, как поведут себя эти трещины через какое-то время. Что случится с ними при скатывании или перетяжке холста. Но допускаю, что в каких-то декоративных интерьерных работах такую технику можно применить. Но никому не говорите, что это я вас научила под вашу личную ответственность. Четвертое. Эпоксидная смола. После масла мне захотелось посмотреть, как кракелюрный лак ляжет на эпоксидную смолу. Ведь она дает экстра глянцевую и скользкую поверхность. Заливаю квадратик смолой. Распределяю ее и даю высохнуть. Затем наношу кракелюрный лак. Смотрите, как и в прошлый раз на глянцевой поверхности он растрескался после высыхания сам. Появилась красивая тонкая сетка трещин. Окрашу квадратик. Трещины проявляются моментально. Пятое. Следующий вариант, который я хочу попробовать, но тоже не стану рекомендовать, это нанесение кракелюра на гуашь. Всем известно, что гуашь не обладает водостойкостью. Поэтому, когда поверх нее начинаешь наносить кракелюрный лак на водной основе, краска начинает размываться. Видите, как пачкается в оранжевый бумажный фон? Так что, если вы захотите создать трещину гуашь в рисунке, к сожалению, он подразмоется. Но если это какой-то кусочек однотонного фона, то очень аккуратно можно попробовать. Еще можно попробовать перед нанесением кракелюра закрепить гуашь каким-нибудь лаком-фиксативом. Но у меня его нет. А трещины, как видите, получаются без проблем. Теперь поговорим, какими способами можно наносить кракелюрный лак и как это влияет на характер трещин. Первое. Кистью. Самый простой и самый очевидный способ. Ровно распределяем по поверхности кракелюрный лак довольно плотным слоем. Использовать лучше плоскую синтетическую кисть. После высыхания наношу краску и наблюдаю появление трещин. Рукой. Это мой любимый способ, потому что помогает чувствовать, что лак распределяется равномерно, не оставляя проплешин и полусухих мест. Закрываю краской и получаю трещины. Третье. Губкой. Такой вариант тоже возможен, но мне он кажется не очень экономным. Какое-то количество лака теряется, потому что впитывается в губку. К тому же поверхность становится пупырчатой. Это надо учитывать. Видите, в процессе нанесения краски из-за этих неровностей появляются пробилы. Но эффект получается чуть-чуть другим, как будто более грубым. Где-то может пригодиться. Четвертое. Через трафарет. Я такого способа раньше не видела, но использовать получаются только клеевые трафареты. Под обычный каркелерный лак все-таки затекает. Также рекомендую наносить лак не кистью, а губкой. Снимаю трафарет и наношу контрастную краску. Смотрите, как и ожидалось, трещины проявляются как трафарет на рисунок. Мне нравится. Не терпится попробовать применить такой эффект в декоре. Посмотрим, влияет ли толщина слоя каркелерного лака на конечный результат. На один квадратик наношу очень тонкий слой лака, а на другой наоборот, плотный и толстый. После того, как оба квадратика высохнут, скрываю их одинаковой краской. Трещины появляются и там, и там. Сравниваем. Разница действительно есть. Тонкий слой дарит более тонкие трещины. Их как будто бы больше по количеству. А в толстом слое трещин поменьше, но они немного пошире. До какого состояния сушить каркелюр? Мы всегда говорим до состояния на отлип. Это значит, что на лаке уже появилась верхняя пленка. Его можно потрогать, и при этом он уже не будет размазываться и оставаться на пальце. Значит, уже можно наносить слой краски и смотреть, как появляются трещины. Но я решила проверить, что будет, если пересушить каркелюрный лак. Я нанесла лак и оставила его на несколько дней, чтобы он гарантированно высох. Наношу слой акриловой краски. И смотрите, лак все равно работает. Трещины появляются. Это связано с тем, что лак неводостойка после высыхания. И краска на водной основе моментально разбавляет его верхний слой. И начинается уже знакомый нам процесс образования трещин. Так что не бойтесь, что пропустите загадочное состояние на отлип и пересушите каркелюрный лак. Теперь рассмотрим, какие материалы подойдут для второго слоя в одношагом каркелюре. От того, какой материал вы выберете, будет зависеть как сама возможность появления трещин, так и их характер. В качестве основного слоя у меня везде использована одинаковая акриловая краска лилового цвета. Наношу на все подопытные квадратики одинаковый плотный слой каркелюрного лака. И оставляю на просушку. После высыхания приступаю к тестам второго слоя. Первое. Акрил. Как я уже говорила, когда и в первом и во втором случае использованы акриловые краски, это гарантированный успех. Вот они, наши привычные уже трещины. Второе. Акриловая краска металлик. Наношу золотую краску линейки Доколор. Трещины получаются более скудные, чем если сравнивать с обычным акрилом. Поэтому металлические краски используйте с осторожностью. Третье. Темпера в качестве второго слоя. Также показывает идеальный результат. Четвертое. Гуашь. Трещина получается идеальная. Но не забывайте о том, что гуашь не водостойкая краска. Она не подойдет для декора вещей. Пятое. Масло. Для второго слоя масляная краска не подойдет. Из-за скользкой вязкой текстуры масло не растрескивается. Кроме того, масляная краска очень долго сохнет. Однако спустя две недели неожиданно появились тонкие трещины. Правда, затереть их не получилось. Они слишком тонкие. Шестое. Моделирующий гель. Важно, чтобы слои геля были не очень толстыми. Иначе он потеряет прозрачность. Я думала, что из-за своей вязкости и липкости гель не будет трескаться. Но на удивление он начал трещать сразу же после нанесения. После высыхания получились интересные толстые трещины. Единственное, мне не очень понравилось, что из-за прозрачности геля видно, как ракелюрный лак собрался в трещинах и стал желтить. Седьмое. Грубая рельефная паста. Из-за большого количества наполнителя в составе, грубая паста не стала трескаться ни сразу, ни после полного высыхания. Вообще ничего. Ни одной малюсенькой трещинки. Восьмое. Тонкая рельефная паста. А вот тонкая паста отлично потрещала. Основные трещины появились через несколько часов после полного высыхания пасты. Но в этом случае очень хочется данный декор чем-то закрыть. Из-за хрупкости пасты ее довольно легко ободрать. Девятое. Гибкая рельефная паста. Гибкая паста также дала интересный каркелерный рисунок. И он уже держится очень крепко. Десятое. Битомный лак. Внезапно захотелось попробовать еще битомный лак. Потому что он есть у многих мастериц. А еще потому, что после высыхания он дает сильно глянцевую поверхность. Сначала я подумала, что ничего не получится. Но после высыхания присмотрелась и на цвету увидела, что неожиданно получились очень тонкие трещинки, похожие на сетку из двухшагового каркелюра. Но как и в случае с маслом, они настолько тонкие, что затереть их ничем не получилось. Еще раз напомню, что носить второй слой можно только в одно касание. И сразу покажу почему. Вот я наношу краску. А затем начинаю перекрывать мазки и подмазать по несколько раз. Что происходит? Краска не ложится поверх лака, а начинает смешиваться с ним. Во-первых, в этом месте перестают образовываться трещины. А во-вторых, и это особенно видно после высыхания, начинают образовываться катышки, как будто в краску попал какой-то мелкий песок. Помимо того, что во втором слое можно менять материалы, еще можно поэкспериментировать со способами их нанесения. Опять же, я везде буду использовать акриловую краску. Первое. Кистью самый простой вариант. Основные нюансы – широкая плоская кисть. Нанесение каждого следующего мазка – стык в стык с предыдущим. При нанесении кистью всегда появляются небольшие трещины, которые как будто идут по направлению движения кисти. Поэтому, если делать каждый мазок в разном направлении, то можно добиться интересного эффекта. Второе. Губка. Можно использовать губки разной полистости. При таком способе будут отсутствовать трещины, которые идут в каком-то одном направлении. Поэтому характер трещин будет отличаться от нанесения кистью. Третье. Валиком. Отличный способ, если хочется закрыть большой участок разом. Главное использовать хорошую кривистую краску и набрать ее на валик в достаточном количестве, чтобы она не закончилась посередине. Трещины тоже получаются нетипичными, но интересными. Четвертое. Пастозное нанесение акрила. Если у вас есть густой акрил, подходящий для пастозных техник, можно попробовать и такой способ. Получаются очень классные широкие трещины. Пятое. Краска в баллончике. В строительном магазине я купила акриловую краску в баллончике. Но, честно говоря, я не уверена, что она чисто акриловая. У нее довольно сильный запах и она долго сохла. Привычных одношаговых трещин после высыхания не возникло. Зато на просвет после высыхания проявилась сетка, похожая на двушаговый каркелюр. Каким лаком закрепить трещины? Итак, представим, что мы создали на нашем изделии прекрасные одношаговые трещины. Нужно ли их закреплять? Дело в том, что в тех местах, где краска разошлась и остались трещины, по-прежнему остался каркелюрный лак. И он может продолжать работать и трещать в следующих слоях. Показываю наглядно, как это происходит. Поверх треснутой краски наношу еще один слой, белую краску. Даже не приходится ждать, поверхность сразу покрывается мелкой сеточкой трещин. Кстати, очень красивый эффект. Ради эксперимента нанесу третий слой краски. Трещины стали еще тоньше и меньше, но они по-прежнему есть. Более того, на поверку оказалось, что большинство лаков тоже не останавливает процесс растрескивания. Я нанесла на досочки с каркелюром разные лаки. Акрил-фисташковый лак, финишный лак, лак-цапон, шелачный лак, акриловый лак. Акриловый лак водный, поэтому наносить его нужно как краску. Каждый мазок стык-встык, не войдя по одному месту несколько раз. Иначе он может скататься. Визуально после высыхания все выглядит хорошо. Но чтобы проверить, остановлен ли процесс растрескивания, я наношу поверх этих лаков еще один слой краски. Даю просохнуть и смотрю результат. Трещины все равно проявляются где-то в большей, а где-то в меньшей степени. На цапоне, финишном и акрил-фисташковом лаке их поменьше. И они совсем тонкие. А вот на шелачном акриловом лаке они очень отчетливо видны. Значит ли, что данные лаки не подходят для закрытия кракелюра? Вовсе нет. Если ваша цель закрепить декор, защитить его от влаги, пыли и царапин, то эти лаки прекрасно подойдут. Я, например, всегда закрывала одношаговый кракелюр акриловым лаком. И никогда не жаловалась. Лакировка вообще дело добровольное. Если ваше изделие сугубо декоративного характера будет висеть на стене или ставить за стеклом, то можно пропустить этот этап. Однако, если вдруг вы хотите что-то нарисовать поверх кракелюра или закрасить какую-то часть трещин, то понадобится более надежное покрытие. Я выяснила, что процесс образования трещин точно останавливает домарной и яхной лаки. Ну и, конечно, эпоксидка. Она дает идеальный гладкий слой. Наношу дополнительный слой краски для проверки. Видите, никаких трещин нет. В заключении хочется отметить, что образование трещин довольно стихийный процесс. Какие-то факторы, вроде толщины слоя или способа нанесения, можно контролировать. Но все равно каждый раз трещинки будут получаться совершенно разными. Надеюсь, после этого видео у вас не осталось вопросов по созданию одношагового кракелюра. Но если вдруг осталось что-то непонятным, обязательно пишите в комментариях. И пишите в комментариях по поводу двушагового кракелюра. Следующий блок экспериментов мы обязательно посвятим именно ему.